Дорогие друзья, братья, я знаю, среди нас много гостей, знакомых. Все мы сегодня, вопреки, может быть, даже нашему привычному течению жизни, приняли решение остановиться. Но остановиться не дома, не у друзей, а прийти здесь, в наше место совместного общения и дискуссии. Каждому из нас дается этот шанс взглянуть на себя со стороны, провести некоторый взгляд в прошлое. Но не для того, чтобы расстроиться и разочароваться, но для того, чтобы взглянуть в будущее. Каждый из нас сегодня получил этот небольшой буклет с теми патриархами и лидерами прошлых веков. И мы видим, что испытание – это то средство, которое предусмотрено каждому из нас, вне зависимости от глубины нашей веры. Пускай мы делаем сегодня только лишь первый шаг, либо уже смогли зайти очень далеко. Но Бог жаждет нашего изменения, жаждет нашего общения. И Он хочет, чтобы мы смогли обрести гармонию не только в Царстве Божьем, но уже и здесь. Здесь, в коллективе, в семье, в служении. Мне предоставилась честь открыть сегодняшнюю конференцию мужскую «Лидер. Муж. Отец». Как много ролей предоставлено Богом для каждого из нас. Но надо сделать небольшую ремарку, что мир трансформируется, Бог остается неизменен. И мы сегодня можем констатировать следующий факт, что со стремительным развитием цифровизации современное общество все больше становится жертвой шаблонного клипового мышления. Информационный шум не оставляет человеку шанса для рационального вдумчивого мышления. Истинной становится неправда, прошедшая века, а информация, лишь декларированная из нескольких интернет-источников. Манящие хайповые заголовки часто становятся пустышкой. А многие книжные теории могут так и остаться, чьей-то непроверенной на практике философской идеи. Мы слышим лозунги, призывы к действию, но мало кто делится истинными, проверенными, выверенными временем и подкрепленными Словом Божиим, отшлифованными в служении практическими советами реальной жизни. И, возможно, первый совет, который мы могли бы услышать, он всегда звучит где-то рядом, рядом с нашим плечом. И этот совет будет от наших братьев. Именно так называется общее пение, к которому я призываю вас сейчас присоединиться. Общее пение, брат, напомни мне опять. Слова текста будут представлены на экране. Слова текста будут представлены на экране. Слова текста будут представлены на экране. Слова текста будет представлены на экране. Без любви вещает, грешных Бог прощает. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Дышат радостью святой звуки слов любви. Звук пленяет красотой звуки слов любви. Весь любви Христовой будет жизни новой. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Оставай стоя, приглашаю вас присоединиться к единой общей молитве. Дорогой дивный наш Господь, Ты собрал нас сегодня, чтобы еще раз открыть свою безмерную, безграничную любовь по отношению к каждому из нас. Ты знаешь чаяния, Ты знаешь наши нужды, Ты знаешь наши устремления. Господь, много испытаний каждого из нас могут поставить на колени. Но мы ликуем от того, что на колени пред Тобой, потому что Ты есть источник бесконечного вдохновения, любви. Ты наполняешь нашу чашу, что мы можем быть переполненными в общении с окружающими, с нашими родными и близкими. Ты через наш пример можешь быть свидетелем этому миру. Мы желаем сейчас найти лучшие, услышать и найти лучшие советы и эффективные методы личного саморазвития под Твоим водительством Святого Духа. Верим, что Ты сейчас особым образом будешь здесь присутствовать. Наполнишь нас терпением и вниманием, чтобы услышать каждое приготовленное для нас слово через спикеров и организаторов. Верим, что Ты сейчас благословишь нас особым образом, наш великий Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь. Каждый из вас знает, что самая лучшая жизнь – это не та, которая меняется снаружи. Самая лучшая жизнь – это та, которая обретает рождение где-то внутри. И нет лучшего способа, как заглянуть внутрь себя. Особое пение, которое нам приготовлено, Владислав Кучарук исполнит для нас. Я тебя так часто огорчал, Неудачах неба обвинял. Ты ж в любви склонялся надо мной, Отче добрый мой, Услыши, Боже, исповедь мою, Тебе я тяжкий грех свой и залью. Сойди ко мне с высот Богатых солнечных красот Тебе я исповедаю грехи Ты выслушай меня и все прости Ты выслушай меня и все прости Не достоин пред тобой стоять И в молитве голову склонять Но я слышу голос в тишине Друг, приди ко мне Услыши, Боже, исповедь мою, Услыши, Боже, исповедь мою, Услыши, Боже, исповедь мою, Тебе я тяжкий грех свой и залью. Сойди ко мне с высот Богатых солнечных красот Тебе я исповедаю грехи Ты выслушай меня и все прости Ты выслушай меня и все прости Прости Услыши, Боже, исповедь мою, Ты выслушай меня и все прости Нет лучшего способа услышать голос Бога через Его Слово. С особым словом сегодня к нам обратится Зубыч Анатолий Васильевич. Просим. Доброго дня, друзья! Я рад приветствовать каждого из вас в этом зале. Рад приветствовать всех лидеров, отцов, мужчин. Действительно приятно, что у каждого из нас нашлось время, чтобы мы могли сегодня быть здесь, в этом особом общении. Я приветствую каждого из вас, приветствую наших спикеров и уверен, что сегодняшний день Господь наполнит особенным благословением своего присутствия, благословением нашего общения, осознанием того, что у нас прекрасное братство, которое у Бога есть здесь, в этом городе. Сегодня, дорогие, вместе с вами хочу открыть Священное Писание и порассуждать о человеке, который был лидером, о человеке, который был отцом, он был прекрасным мужем, и даже сказано в Священном Писании, что именно Давид назван человеком по сердцу Божьему. На самом деле, много можно рассуждать и говорить о Давиде. Не случайно в книге Деяния, в 13 главе, в 22 тексте апостол Павел уверенно цитирует или передает мысль Господа «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иесеева, который исполнит все желания мои». Мы видим, насколько утвердительным является это определение. Бог заявляет о Давиде и говорит «Я нашел Давида, и этот человек по-особому мне дорог и близок». И всякий раз, когда мы прочитываем книгу царств, всякий раз, когда мы соприкасаемся с описанием жизни Давида, мы спрашиваем, а что же такого уникального, что же такого интересного было у Давида? Почему Бог именно относительно этого человека сказал? Вот он, муж, человек, лидер, отец по сердцу моему. Я предлагаю сегодня буквально несколько текстов вместе с вами прочитать, чтобы посмотреть на Давида, чтобы поучиться у него, потому что мы призваны к тому, чтобы этот опыт, который описан, перенимать. И не случайно в первой книге царств, в 16 главе, когда речь идет о помазании Давида, мы видим, что с 10 текста сказано «Иесей к Самуилу подводил всех сыновей своих», всех семерых. «Но никто из этих сыновей, никого из них не избрал Господь». И вот здесь Самуил, который приходит с конкретной миссией, пророк Божий, который знает, что в этом доме должен быть будущий царь, спрашивает, неужели это все? Иногда даже родители недооценивают своих детей, потому что этот пример показывает, что даже Иесей подумал, ну подумаешь, Давид, он занят своим делом, он еще мал для таких серьезных дел, пусть занимается там совцами. Иногда мы, будучи отцами, думаем, сын или дочь еще маленькие, но потом время все быстро проходит, и мы не замечаем того, когда они уже выросли. И вот здесь сказано дальше «И послал Иесей, привели его, и был белокур с красивыми глазами он и приятным лицом, и сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он». Вот именно с этого повествования начинается описание Давида. Дальше, когда мы просчитываем, мы видим и падения, и победы, разные ситуации в жизни. Но здесь Господь говорит, вот этот человек. Но чем же он был особенным, этот человек? Буквально несколько штрихов. Это же 16 глава и 21 текст я читаю. «И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем». Пришел с какой целью? Чтобы служить, чтобы быть полезным. И когда мы прочитываем это повествование, мы видим, какой результат этого служения. Мир, умиротворенность приходит в сердце Саула. И когда он чувствовал, что что-то не то, он приглашал Давида, и тот служил. Есть категория людей, которые своим служением вызывают раздражительность. Но этот пример Давида показывает, что если ты служишь Господу, если у тебя есть эта цель, то мир Божий будет присутствовать на этом месте. И так оно и было. Потому что это служение было служением мира. Дальше, когда мы прочитываем историю, мы видим, что молодой, юный пастух идет навещать своих братьев. И когда он идет навещать братьев, конечно же, он видит о той великой проблеме, которая есть в народе. В Фелиссимляне, Голиаф. И, наверное, каждый в народе говорил о том, что как быть, кто может сразиться с этим Голиафом. И я уверен, что, просчитывая 17 главу, мы ощущаем, под каким гнетом находился весь народ. Но давайте посмотрим на Давида. Как он видит эту проблему? Потому что есть вопросы, которые он задает, как будто бы ко всем, но адресует их к себе. В 26 главе он говорит, кто убьет этого фелиссимлянина и снимет поношение с Израиля. Сколько это может продолжаться? Мы видим, какая ревность у этого человека сегодня, можно сказать, о Церкви Божьей, о народе. Какая ревность о Боге, потому что дальше он говорит. И кто этот необрезанный фелиссимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Он не прошел равнодушно. Он не сказал, это не мое дело, потому что я не воин, я не призван к этому. Есть вот категория служителей, пусть они за это отвечают. Но ревность по Боге, ревность по Церкви, она как раз таки явлена здесь, Давиду. Мы можем вспоминать слова из Нового Завета, когда Иисус Христос говорит о себе, что Он не мог быть равнодушным, когда видел в Доме Божьем торговлю. И этот пример как раз таки учит нас не быть равнодушными к тому, что происходит в Церкви. Этот пример как раз таки показывает, чтобы каждый из нас, подобно Давиду, проявлял свою ревность о Боге. И дальше, когда мы прочитываем повествование, мы видим некую проблему, потому что в 28 тексте сказано, «И услышав Елеав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елеав на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». Все так было замечательно, все так было хорошо, потому что мы только что читали о Давиде, о его ревности, о его таком посвящении, но человек из домашних, родной, старший брат, наверное, лучше всех знает, кто такой Давид. И вы заметите, какую оценку дает этот брат. Какое сердце? Я знаю твое высокомерие и дурное сердце твое. Но мог бы и ответить как-то Давид, мог бы как-то отреагировать, мог бы сказать, «Да ты на себя посмотри, что ты ко мне придираешься, а ты кто такой?» Но у этого человека было достаточно мудрости, чтобы не вступать в эту брань. У Давида было достаточно мудрости, чтобы здесь принять эту критику достойно и не начинать войну с родным братом. Потому что, повторюсь, можно было здесь каким-то образом оправдаться, как часто мы и делаем, да? Кто-то слово, мы два, кто-то два, мы десять. Потому что как это так? Меня обидели, меня оскорбили, меня унизили. Но лидер, муж, отец, он выше этих обид. И именно здесь Давид проходит некий тест. Тест на состоятельность, как мужчина. Как он будет реагировать? Он будет тратить свои силы на эти мелочи, на разборки. Иногда человек идет на поводу у лукавого и тратит всю свою энергию, все свое время, все свои силы и разбирается с домашними, разбирается с какими-то друзьями, потому что постоянно какие-то пелетирки. Бог говорит, ну это не то, к чему ты призван. У тебя большая цель, у тебя большое предназначение. И помним, о чем мы прочитали в самом начале. Когда в Деяниях мы читали этот текст, то здесь сказано, это 22 глава, который исполнит все желания мои. То есть у Бога был свой план относительно Давида. И Давид, муж Божий, понимал, что если он социал и полностью послушен Господу, необходимо идти до конца. И здесь не сказано, что есть какая-то остановка, он оправдывается. И сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? Да, иногда словами ранят очень больно и тяжело потом сориентироваться. Вы знаете, очень много примеров такой психологической атаки, когда перед рингом, допустим, выходят два боксера, и одному из них противник сказал что-то нехорошее, чтобы вывезти его из себя, чтобы он потерял концентрацию внимания. Много таких примеров, когда враг использует это оружие. Вот здесь использовано оружие по отношению к Давиду. Но, несмотря на это, он идет и сражается с Голиафом. И когда мы просчитываем это выражение дальше, вот эту войну, то мы видим, какова мотивация у Давида. Давид говорит, это 45-й текст этой 17-й главы. А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа». Вот основной мотив. Во имя Бога, во имя Церкви. Я уверен, что многие из вас помнят эту цитату, которая оставлена Августином Блаженным в книге «Град Божий». Она, наверное, самая цитируемая. «Кому Бог не отец, тому церковь не мать». Пример Давида показывает, что настоящий мужчина, он будет с ревностью относиться к Богу, он будет с ревностью относиться к народу, церкви, которая есть у него. И даже если будет критика, даже если будет кто-то выводить вас из себя, он понимает, что у Бога есть цель, и Он это обязательно осуществит. Еще одна деталь, которую мы находим, прочитывая Священное Писание, когда открываем первую книгу царств, 22 глава и 22 текст. «Первое царство, 22-22 «И сказал Давид Авиафару, «Я знал в тот день, когда там был доик и думеянин, что он непременно донесет Саулу, я виновен во всех душах дома отца твоего». Чуть выше мы считаем о великой трагедии, которая произошла, когда Саул, его воины умертвили всех священников Господних. И начиная с 16 текста мы считаем об этой великой трагедии, которая произошла. Сказано, что получение спасил только сын Ахимелеха, Авиафар. Все были мертвыми. И вот Давид подходит и мог сказать, «Ну, я знаю, какой негодяй этот Саул, видишь, сколько беды он натворил, вот он такой сякой». Но с какими словами он подходит? Он говорит, «Я виновен во всех душах дома Отца Твоего». Мы видим в этой откровенной беседе, когда они стоят один напротив другого, когда он смотрит в глаза человека, который потерял Отца, потерял семью, потерял всех родных. И у настоящего лидера есть эта смелость глядя в глаза признать свою вину. Даже если она незначительная, даже если она маленькая, он не оправдывается, он не говорит ни «Вот Саул такой, воин его», но он ощущает эту скорбь. Он пытается быть близким к Авиафару и говорит, «Я виновен во всех душах дома Отца Твоего». И когда мы представляем себе эту сцену, то мы видим Давида неуниженного. Мы увидим, что это выражение наоборот возвышает человека, который осознает даже маленькую свою вину, но он осознает и говорит, «Я виновен». Как много эти слова значат в отношениях в семье, в организации, где мы работаем, в церкви, когда человек где-то, может быть, косвенно осознает, что через какое-то слово, через какое-то действие произошло то, что не должно было произойти. И он осознает, что на самом деле это другие виновны. Но он не перечеркивает себя, он говорит, «Да, я тоже имел к этому отношение, я тоже был неправ, прости меня, потому что я тоже заблуждался, потому что тоже я неверно мыслил, неправильно сказал, передал, перенес, рассказал. Я виновен. и мы видим, что именно эта ситуация дополняет нам вот этот портрет, который мы рисуем, портрет Давида, настоящего человека по сердцу Божьему. Дальше, когда мы прочитываем Священное Писание, мы находим 30-ю главу первой книги Царств. Если так тезисно говорить, то тот человек, который переживает о Боге, тот человек, который переживает о Церкви, он, конечно же, переживает и о своей семье. Он будет бороться за свою семью, за свою жену, за своих детей. Он не будет складывать руки, если какие-то проблемы, переживания. Войны могут быть разные. И вот 30-я глава показывает, что даже когда Давида упрекали, что вот это ты виновен, почему всех пленили и взяли сиколек, сожгли огнем. Но что делает Давид? Да, он был смущен. И на самом деле вот эта глава, она передает эмоции человека, который не понимает, почему все так происходит. Я служу Богу, я доверяю Ему, и тут одна проблема в семье, другая проблема, третья проблема. Но Давид не ослабевает, он укрепляется надеждой на Господа, Бога своего, и идет, чтобы отобрать то, что принадлежит ему. И дальше, когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что все те, кто рядом с Давидом, они идут и преследуют. И преследовал Давид, 10 текст 30 главы, сам, и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Ассорский. То есть экспедиция начиналась 600 человек, и все идут, вот оно, войско, но несколько раз в Священном Писании, когда мы прочитываем историю слова, что 200 человек были не в силах дальше идти. Они прошли отдельный отрезок и сказано потом не в силах были перейти поток в Ассорский. И вот 400 вместо с Давидом пошли дальше, а 200 осталось. И прочитывая мы видим победу, мы видим, что вот она победа, когда увидели своих жен, детей, и в 21 тексте сказано «И пришел Давид к тем 200 человекам, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока в Ассор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям, и что он делает? Обвиняет «Вот, вы слабаки, вы не смогли, вы вот остались здесь, да?» Упрек – это не инструмент лидера, это не инструмент мужчины, но он понимает, что силы у всех разные, таланты у всех разные, дарования разные, даже в организациях, где мы трудимся, способности у всех разные. и руководитель понимает, вот с этого он будет требовать больше, а с этого человека он не сможет больше, требовать можно, но он не выдаст столько, сколько может. И Давид здесь показан как мудрый руководитель, он с пониманием отнесся, что те 200 остались, можно было тоже разборки устроить, да как это так, мы все вышли, что это вы хлюпики, давайте тоже вместе с нами, но они остаются. И после того, когда приходят с победой, Давид не упрекает, он приветствует их, конечно, было и другое мнение, и всегда будет отличное мнение от вашего, потому что среди этих победителей, среди этих 400 людей в 22 тексте сказано были злые и негодные, вопрос не так ли, победители, всем ордена, награды, но даже среди этих есть негодные и злые, но они ходили с Давидом и они стали другое мнение говорить, не, давайте мы им отдадим только жен, только детей, а всю добычу разделим, вот, они-то там не ходили, не были, но мы видим, как справедливо поступает Давид, потому что он зацелен не только на тот результат, который измеряется какой-то добычей, трофеями, он показывает, что самый главный результат это иметь отношение и с Богом, и с людьми, и с домашними, и с теми, с кем мы работаем, с кем мы служим, и вот этот пример как раз-таки показывает, что является самой большой ценностью для Давида, не все то, что принесли, а те живые люди, которые были вместе с ним, поэтому борьба продолжается, и каждый из нас в своей жизни, он тоже является борцом, и хочется, чтобы все было по-справедливому, но пусть эта справедливость будет не в ущерб отдельных людей, не в ущерб тех отношений, о которых здесь мы считаем, и действительно Давид, он правильно реагирует на победы, он правильно реагирует даже на поражение своих врагов, потому что когда мы откроем другую деталь, как он относится к врагам, и как он относится к поражениям, допустим, когда убили Саула, мы помним его реакцию, да? Это же враг, столько крови попил, мог бы и раньше на сарсов зайти, убили, принесли хорошую, казалось бы, весть по нашим человеческим меркам, да? Но Давид говорит, нет. Пришел Авенир к Давиду в Хеврон, с ним 24 человек и сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду, я встану и пойду и соберу Господу моему царю весь народ израильский и они вступят в завет с тобою. Еще одна личность Авенир и в 3 главе, и в 4 главе, и во 2 мы находим это описание Авенира, который тоже был таким особенным врагом, потому что дальше, когда мы читаем 2 главу, то сказано Авенир, 8 текст и 2 глава, «Сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевосфея, сына Саулова, и привел его в монахим, и воцарил его над Галаадом, Ашуром, Израилем, Ефремом, Вениамином и над всем Израилем. 40 лет было Иевосфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем и царствовал два года, только дом Иудин оставался с Давидом». То есть два года Давид понимает, что Господь его помазал на все царство. И прочитывая все это повествование, мы видим, какую такую подлинную роль играет Авенир. Да, он не открыто здесь выступает, но использует свою хитрость, и потом он использует эту хитрость, он приходит к Давиду, и все, кто с ним понимают, что Авенир и здесь, хочет как-то обставить Давида, будет что-то не то. И повествование говорит о том, что в конечном итоге Авенира убивают. И когда его убивают, опять же, можно было возрадоваться и сказать, ну вот, одним врагом меньше, да? Давид прекрасно понимал все вот эти хитросплетения, но он также понимал, что есть Бог. Он должен всем руководить, и он ведет так, как он ведет, а не так, как я думаю. И дальше, когда мы прочитываем 39-й текст, уже 3-й главы, Давид не боится сказать о своих слабостях. Аномалия, не так ли? Лидер, мужчина, муж, самый лучший. И человеку свойственно, наоборот, украшать себя своими какими-то доспехами или предавать то, чего нету на самом деле. А царь, который имел силу, царь, который имел власть, он говорит, я еще слаб. Да, я помазан на царство, но я еще слаб. Насколько это важно осознавать свою слабость. И настоящий человек, он не боится этого, потому что повествование показывает, что Давид не боится быть слабым. И вместе с этим он понимает, что есть люди, которые сильнее его. А эти люди сыновья Саруи. Один из сыновей убил. Да, вот эти убийцы, так скажем. Сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его. Это были союзники, это были, казалось бы, друзья Давида. Но вот когда один из них проявил вот такую самоуверенность и убил человека, Давид тоже сделал свои выводы. Он говорит, да, эти люди сильнее меня. Если даже этот текст мы перекладываем на служение, на работу, на ту сферу, где мы общаемся, с кем мы ведем какие-то деловые вопросы. Может быть, есть те, я уверен, есть, кто сильнее, кто лучше. Давид говорит, не надо этого бояться. да, я слаб, я такой, какой я есть. И когда мы прочитываем все повествование, вот эта естественность Давида, она является привлекательной. Он не желает показаться лучше, чем он есть на самом деле. Он говорит, да, я слабый, да, я виновен. Дальше, когда мы прочитываем историю, он говорит, да, я грешен, я человек, я согрешил. И его, как лидера, это не умаляет, а возвышает. Это показывает, что он человек, который стремится делать Божье дело. Не всегда получается так, как думаешь, но все равно, прочитывая всю биографию, мы видим, о чем он мечтал, о чем он думал, чтобы дом Божий построить. Даже когда мы просчитываем некоторые псалмы, которые он написал, мы видим вот это чайне души, когда он молит о прощении, когда он молится о том, чтобы всегда пребывать в доме Господнем, мы видим, о чем болела его душа. Это дело его родным Богу. Есть еще одно качество, которое, на мой взгляд, роднит Давида с Богом. Вы посмотрите на все ситуации, связанные с ним, вы увидите, что он всегда был человеком добрым. Добрым не только к своим, но добрым и к другим. Он проявляет доброту к тем, кто похоронил Саула, и говорит, вы благословены, вы молодцы. И он благодарит и показано, что он готов сделать для них. Казалось бы, ну, какое твое дело, да? Но он понимает, что добро есть не только для наших и чужих. Он благодарит этих людей и показывает, что именно добро это то качество, которое роднит его с Господом, потому что Господь Бог благий, добрый. Всякий раз, когда мы прочитываем историю жизни Давида, будем помнить и задавать себе этот вопрос, почему же Бог назвал его по сердцу своему, чем особенным он отличался. И я уверен, что библейское повествование не случайно очень много оставилось здесь о Давиде, чтобы мы читали, чтобы мы понимали о всех тех чувствах, которые были у него, семейные проблемы, сколько слез было, сколько отчаяния. И даже когда он поступал, ему казалось, все правильно делает, время проходит, он понимает, что ошибается. Жизнь Давида это наглядный урок для всех нас, чтобы несмотря на все невзгоды, несмотря на все эти перипетии, которые могут быть в жизни, продолжать уповать на Бога. Он даже не использовал свою власть, когда его упрекнули во грехе. Другие цари поступали по-другому, но он понимает. Всем управляет Господь. И сегодня, дорогие, прочитывая эту историю, будем молиться, чтобы Господь помог нам быть мужами по сердцу Бога, быть теми людьми, к кому мы расположены, быть теми людьми, о ком сказано есть особый план, особое предназначение. И Бог говорит, я хочу, чтобы мои желания исполнили именно вы. Аминь. Помолимся об этом. наш дорогой Господь, мы обращаемся к Тебе с благодарностью, потому что каждого из нас Ты создал, Ты наш Создатель. Господи, мы обращаемся к Тебе с благодарностью, потому что каждого из нас Ты привлек к себе, и сегодня мы находимся в церкви Твоей. Господи, мы благодарны за тот путь веры, которым Ты благословляешь каждого из нас. Мы благодарны Тебе за то познание, которое мы имеем, открывая Священное Писание, потому что мы знаем Тебе как нашего Искупителя, как Бога, который отдал свою жизнь, дабы мы могли иметь ее с избытком. Господи, мы обращаемся к Тебе с благодарностью, потому что именно относительно каждого из нас Ты определил эту миссию быть лидерами, быть людьми, мужами веры, быть священниками в своих семьях. Поэтому молим и просим, чтобы Твое присутствие и Твое участие было с каждым из нас. Прибудь, Господи, с каждым. Прибудь и в той дальнейшей программе, которая сегодня будет, потому что мы верим и знаем, что все то, что Ты делаешь, Ты делаешь для того, чтобы укрепить нашу веру. Ты делаешь это для того, чтобы мы могли быть ближе и друг к другу, и к Тебе, нашему Создателю и Спасителю. Прибудь, Господи, в этом с нами. И весь этот день веряем в Твои руки, чтобы Ты руководил, наставлял, поучал, чтобы мы были внимательны к Слову Твоему. Во имя Иисуса Христа молитва к Тебе. Аминь. Мы с Вами приближаемся все ближе и ближе к кульминации нашей встречи, к ожидаемой. Но хотелось бы сейчас еще объявить одну жемчужину, инструментальный номер, который для нас такой любовью был приготовлен и посвящен атмосфере молитвенного обращения к Богу. Возможно, каждый из нас сможет на какое-то мгновение очутиться среди скал и услышать это эхо, эхо молитвы, обращенное к Богу. Мы просим сейчас погрузить нас в эту атмосферу Зайцева Игоря Александровича и Веренчук Максима музыкальный номер дуэт на панфлейте молитва. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Субтитры сделал DimaTorzok 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 Наверное, это самая лучшая иллюстрация слов не в словах молитвенных речей. Спасибо за это исполнение, спасибо за эту атмосферу. Мы понимаем, что Давид сделал свой выбор, Давид запечатлен, и мы можем с благодарностью обогатиться его свидетельством, его сильными сторонами. Мы погрузили субтитры сделал DimaTorzok Мы погрузились в какие-то слабые стороны, которые также присущи каждому из нас. Но в отличие от Давида, сегодня здесь и сейчас у нас есть возможность сделать выбор в пользу добра, выбор в пользу счастья и добрых взаимоотношений. Но как нам найти этот путь? Именно сегодня мы можем прикоснуться к личному свидетельству наших уважаемых организаторов и спикеров, которых мы знаем не понаслышке, но по реальному личному общению и служению плечом к плечу. В церкви адвентистов седьмого дня, чье искреннее, активное, посвященное служение уже не первый год, оказывает положительное влияние на каждое ищущее сердце, на пути достижения жизненной гармонии во всех сферах современной христианской жизни, в условиях безграничной Божьей любви и милосердия. Поздравляю вас! Сердце разрывается! У нас будет видеозапись, и вы можете спокойно слушать, обсуждать, делиться своими опытами. Впоследствии вам будет предоставлена запись других дискуссионных групп. Итак, первый спикер, который является психологом и бизнес-коучем, Ларин Руслан. Все вы знаете, что в любом, в постоянном и временном коллективе нам невольно предоставляется возможность проявить свои лидерские качества, качество так называемых мягких навыков. Но все, в общем-то, ждут, что мы своим примером сможем оказать благотворное влияние на окружающих. Ну вот как нам различать разные типы людей, типы личности и находить тот ключ каждому из нас окружающих. Будь то наша супруга, наш коллега или наш начальник. Руслан Ларин будет ожидать вас в этом большом зале на втором этаже. По списку вы можете здесь ожидать начала дискуссии. Следующий спикер является священнослужителем, специалистом по менеджменту и семейным отношениям. Музычка Святослав Михайлович. Наше призвание, уготованное самим Богом, быть мужественным. Мы часто слышим эту фразу. Каждый из нас рисует свои аспекты и грани этой личности. Но что по своей сути является мужественностью, давайте сегодня подискутируем на эту тему вместе. Итак, третий спикер, который является священнослужителем, преподавателем Заукского адвентистского университета, психологом, консультантом по семейным вопросам. Сахаров Александр Александрович. Здесь нам представляется в этом дискуссионном общении узнать еще как можно ближе фактически вторую вселенную, которую уже изучают не первый год. Эта вселенная – прекрасная половина нашего человечества. Наши жены, наши дочери. Как много в этом слове, но хотелось бы, чтобы в этом слове было и полное взаимопонимание. Как понимать женщину? Простой вопрос, но достаточно сложный ответ. Итак, четвертый спикер, который мы презентуем сегодня, является священнослужителем, специалистом по семейным отношениям. Это Мурга Василий Викторович. Мы сегодня живем в мире, где слишком много информации. И мы оказываемся под влиянием не только положительных и добрых посылов со стороны наших коллег, наших родственников и знакомых. Но, как часто, мы можем слышать и какую-то отрицательную информацию. Неизбежно конфликт интересов возможен. Сейчас существует даже теория конфликтология. Но, я думаю, самый большой специалист в этом является Бог. И Мурга Василий Викторович был вдохновлен сегодня провести дискуссию на эту тему со всеми желающими. Мурга Василий Викторович будет ожидать вас в пастырской международной церкви. Пространственно эта аудитория находится при входе в это здание по коридору с левой стороны. У вас будут указатели. И да, позвольте еще объявить несколько аудиторий, которые я пропустил. У нас второй спикер, музычка Святослав Михайлович, будет ожидать в зале международной церкви. Также при входе в это здание с правой стороны большая аудитория. И Сахаров Александр будет ожидать по теме «Как понять женщину» здесь же на балконе. Это по лестнице позади вас. Сейчас нам следует синхронизироваться, чтобы встретиться вместе с вами здесь же на втором этаже после дискуссии. Нам предполагалось время для дискуссии порядка полутора часов. Мы, я так понимаю, немного сдвигаем это время, чтобы нам встретиться в 13 часов 50 минут. Давайте сейчас будем расходиться по нашим дискуссионным аудиториям. Приглашаю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!